Ставшего в 1918 году сердцем восстания киевского пролетариата. Именно рабочие этого завода первыми встали на тащиту про всех трудящихся. И именно этому заводу было суждено стать последней твердыней в борьбе против капитализма. Тогда, в 1918 году, сегодня мир снова в цепких лапах капитализма. В цепях весь мир разделила маленькая книга эксплуататоров. Они взяли все в свои руки, из чего можно только выжимать прибыль. Они присвоили себе без спросу все плоды труда большинства трудящегося народа. И когда они чувствуют, что их власти что-то угрожает, что-то может наступить, разорвать эти цепи, встать и выйти в новое светлое завтра, они без сомнений применяют пули, они расчехляют орудия, они стреляют в рабочих и катают им за стенки. Это классовая война. Еще вчера земля жена Азена была покрыта кровью восставших нефтянников. Еще прошлое воскресенье стало кровавым воскресеньем для жителей Павелы Пеньяринья в Бразилии. И сейчас многие левые активисты, которые заступили из-за мирных жителей, которых стреляла полиция, сидят в тюрьмах, им грозят приговоры, им грозят репрессии. Тогда, в 1918 году, всего четырех дней не дождались защитники завода «Арсенал» до прихода подмоги. Всего четырех дней. Но до последней секунды они держали в руках ружья. До последней секунды они не теряли веру в свою справедливость. До последней секунды они верили в победу. Мы знаем, классовая война закончится нашей победой, победой пролетариата. И наша последняя твердыня, земля, вся земля, мир всего человечества дождется подмоги. Она не погибнет под гнетом капитализма. Она дождется нашей подмоги, интернациональных отрядов, всемирной пролетарской революции. Товарищи, хочешь счастливую, больную жизнь? Против буржуя сегодня борись. Хочешь счастливую, больную жизнь? Против буржуя сегодня борись. Ура, товарищи! Ура! 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 Спасибо!